К тому я подставлюсь. Меня зовут Валер Маскевич. Кали, казач, ну да, можно меня пробить в фейсбуку. Кали, пробить можно отразу? Ну так, я ночью разговаривал с человеком, сказал, что все нормально, я тебе говорит, уже в фейсбуке пробил. Я разумел, что мне требует переписать в фейсбук, проверить фотоснимки. Ранее я не в каких-то социальных сетках так ставился, что я их не взорвал, давитые уваги. Относно моих компетенций по предмету, на кого я сейчас буду казать. Значит, я являюсь консультантом и вкладчиком в школе сапиского роста мозг. Это такая установа эдукации официальная в формате громадского объединения. За последние 7 лет про нас уже прошло 2000 студентов. 500, не где проектов, больше за 500 проектов написано, и не где никаких социальных уже реализовано. Типа жало реализацию. Эта школа, она в ладнице Баана, уцерковленными людьми, она в неком смысле куменичная такая, межконфессийная. Там так само научаются люди, которые, в принципе, могут являться непрактикующими верниками. А я то, что докладно могу сказать, это школа изменяя лесы и расставляя шмат, чтобы поставить в поличках. Значит, за так само в Минску проводится глобальный лидерский саммит, когда вы едете. Такую подею в формате зараз он проходит в двух темно-чужоке арене, сбирая, не декаля, тысячи человек. Тысячи человек из Больши – это христианские лидеры, не только христианские, а лидеры, которые поделяются христианской каштовностью. И по прошлым часам все больше и больше у нас живых спикеров. Там, по часам, это велось бедеться суместно с телетрансляцией. Основные подеи бываются у Чикаго. О, сидит там запись и Телемост. В Кратце, вельми такое мероприемство уплывовое на сегодняшний день для Минску. По профессионных накерунках, ну, в принципе, я как бы системный протермальник, я, по життям, даже в журналистике працала в Белсаде два годы, когда только ее начинился. Вот, так само, зараз, упрощающуюся часописом, як офис лайф, Да, даже, как раз сегодня и плановав, как урани, завершить материал, але там, ну, как-то рам, не отживалася, что у них Кэжуал Фрайды, и, как бы, да, как урани, как урани, как урани, у них состояние потока было. Вася, будешь любить кого-нибудь поражать? Да? Ну, классно. Хорошо. Да, ну, в принципе, значит, и все, для всего этого я пришел до основы, что, наверное, это то, что не только это некая панацея, але это неотъемная частка процентивного и продуктивного життя. Мы даже сегодня с вами прозвлавляем про разницу по между эффективностью и продуктивностью. В короче, это можно протягивать долго, але у меня засталось 40 минут, и я хочу дать что-нибудь с моей презентацией, и я так само сегодня, после выступа с подейником, я и откорректовал, потому что я разумею, что половым можно было не казать, принавссель в формате. Ну, к чему? Потому что я расстегнулся, я казал, что я мехутка, а я все-таки больше за якость, чем за тем, чтобы завалить вас контентом. Это просто были семена в узнагороду тем, кто фундовал подейник такие. Там был Санько, Самкоу, Михась, православный батюшка и Валент. И я добил аудиторию, выступающую третьим, там так само уже все хотели спать. И не все было судно, сподобалось. Тому, я так само разважал, что дать, дать некую какую-либо картину, и ранее я так давал от агульного до неких дробязей, техник и так далее. Я сегодня выражу дать вам, як журналистам, полную одну технику, больше развить эту думку, и после, когда у нас останется час, мы поговорим про некие такие больше же философско-антропологические, там, когнитивные и так далее думки. Вот, к тому, к тому, пачнем, я люблю просто... Маркеры, что? Я люблю, на самом деле, сейчас в мостах продукции так само. Борис, ты хочешь маркеры? Не-не, все нормально. Я люблю, вельми, так бы, казать, малявать, але за ближайшее время я буду выкористовывать и презентацию, и маркеры, и так далее. Глядите, значит, сапокольки аудитория журналистская, я спорядую, как я сказал, про такую одну технику, она называется помадуро, але на славянском языке называют помидуро. А, кстати, кто, на угол, знакомый, пожалуйста, люди, кто-нибудь знакомый с некими методиками, выкористовываете кто-нибудь, с неким тайменеджментом, принципами какие-то, как бы там... Ну, да. Ну, есть, да? Ну, только что с тем, что я буду сказать, это будет учиться за все не новое для вас. Вот, если вы не новое, то вы мне так извините, извините, что для вас это будет все понятно. Я буду тогда учиться, так сказать. Значит, почему я выбрал эту технику? Потому что мне подается, и она наибольшая адекватная для журналистов. Ну, по праву имени журналистов, это человек, который с большего, даже если это работа на сердце, то даже если ты пишешь книжку, то даже если ты выполняешь некое редактивное задание, ты обмежеванный в часе, напевно, да, все-таки, даже если ты пишешь книжку, так само сам себя обмежуешь. И ты разумеешь, что на неким чином себе треба на неких так смотивовать, сконцентровать, ну, минавито быть сфокусованным на том, что ты делаешь. И это, звычайно, потребует неких максимальных концентраций твоих всех когнитивных. То есть, працовать на грани когнитивных вздольностей, працовать с великим объемом информации, например, или там 10 вкладок, у тебя там жанр общения, там, например, ты просто аналитикой некой займаешься, и треба, как оперативная память она працавала и выдавала себе на некие продукты, да? из этого сырья. И вот эта техника чин, и она подходит. Техника помодора, да, твоя лучшая работа за 4 часа. Ну, на первых, уже доказано, что человек может концентрованно, продуктивно працовать не больше за 4 часа в сутки. У нас советское наследие, это 8 часов, конечно, да, но мы все разумеем, что на заводе, хоть нам заводом пугали, но зараз на заводе люди не больше пашут, чем там люди в офисах, где эти не одеют решать. Вот, к тому уже в Европе там переходит на 6-ти дневный операционный день, потому что, разумеется, что балду гоняют в последний час. 6-ти годины. Ну, да, 6-ти годины. 4-ти годины – это то, что ты можешь працавать в стане так называнного дипворка, то есть максимальной концентрации. Коли пианист играет больше за 6 часов, учится в день, у него могут быть приступы эпилепсии, даже если он не эпилепсик. Просто потому, что вырубает уже пробки. Тому. А, как працовать 4 годины на самой речи на грани коллективной здоности, то есть изробить материал, ну, скажем так, как мозг очуваться к мышцу, а как бы не было неких неправильных и непотребных речей. Значит, как организовать этот час, как я это делаю? Ну, после мы вернемся, как подректовать себе. Завтра чисто про эти 4 годины. Значит, есть некие подоходы. Самые эффективные, которые я проверил на себе, это наступная причина. Я ставлю таймер на 25 хвилин. Значит, ставлю таймер на 25 хвилин. Приблизно, ну, коли взять так. Значит, я назову вопросов на место, ставлю таймер и прибираю телефон с некого обзора. Это очень принципово. Потому что никаких мессенджеров... Ну, я не знаю, если у вас такая операция, что вы можете дозволить, то ладно. Но если у тебя 4 годины, и тебе нужно дать материал, там, 5-6-7 тысяч знаков, и реального какого-то контента творческого, обработать кучу информации, там, объемом неким зверским, то нужно так пробить. Я такая. То есть 25 хвилин ставишь таймер, значит, и это очень дисциплинует. У тебя 25 хвилин. Разумеешь, это очень мало. Что можно за это заработать? Вот только сел и уже звенит звонок. Это на ватне 45 хвилин. Ты максимально погружаешься. 25 хвилин тебя только начинает... Ты только начинаешь. И тут великая отказность встать. Хотя тебя прет, ты споймал волну. Встать и просто, ни про что не думай, чем простить. Ну, там, круг, круг или можешь клевести в коридорчик. Зарабить миновида в физичные некие рухи. То есть, миновида там... Ну, когда у вас есть тренажерчик, присядьте, там, не знаю, там, потянитесь. Разминаете шейку. Зарабите перерыв. Максимум миновида от 3 до 5 хвилин. 1, 1, 1, 5 хвилин. 25 хвилин. Вас все будет, конечно, раздражать. Вы будете хотеться вернуться в это право, чтобы начали. Вот. Но это важно. Значит, поставили снова таймер на 25 хвилин. Не бойтесь, вы за 5 минут ничего не забудете. Вы вертаетесь, подсудите 25 хвилин. Зновку. 5 хвилин, 1 хвилин. Так само, не просто прочли все никаким членам. 25 хвилин. И вот, коли вы лобите 4, 25 хвилин, Вы уже разумеете, что отчуваете мозг приблизно к мышцу. Ну, так не ведаю, кто его, да, кто нет. И робите перерыв. Вы за этот час уже сделаете некий вменяемый объем працы. Да? Это будет, коли 2, 1. Вы уже наброцаете там сырье, огольную картину. Войдете там в русло. И вы робите перерыв на 15-20 хвилин. За этот час вельмираю, вельмираю. Значит, выйти куда-нибудь, где есть. Ну, там, где-то там. Или у вас в офис некий, там, побачь, там, некий, там, зеленый дворик. Обязково. Выходите. После я поклумачиваю, я где-то практически уплываю. Вот. И подышать. Подышать глубоко. Как мы делаем? Вельмираю. 20-30 вот таких вот вдохов. Таких глубоких. Девочкам и мальчикам рекомендую. Ну, просто что вы робите? Вы робите просто кислородный допинг для вашего мозга. И просто расстегиваете, ну, ваши вздольности и даете морщинности, чтобы реально танцевать вашему движку по полной программе. Глубокие вдохи, на свежем поверхе. Робите, крыхо чувствуете, что вы обьянели на секунду 30, после приходите в норму, вертаетесь в офис, вы чувствуете, что у вас есть драйв, новый подход, как в тренажерном зале, да? И повторяете всю эту историю. Звучайно два цикла, и вы успеваете заработать эту работу. Я так працую, сдаю материал приблизно на другим, я забил цикл, 15-20 филин, наступный, и вот тут я в Телеграме отсылаю материал, 6, 7, 8, 9 тысяч. Вот, значится, в чем тут подвох, в чем тут, так, ну, в принципе, где-то написано пояснится. Значит, ну, это понятно, это техника, да? И можно сказать, у кого себя отремливается, у кого себя не отремливается, кто себя призвучается, кто себя не призвучается. Понятно, что есть техники, которые кажутся про то, что в школе советские методисты расспросовали самый лепший подход. Вот, 45 филин, например, 15 филин. Но, как бы, опыты, назирание, как бы, пик людей, яки я просуюсь в этом накерунку, показывают, что вот эта техника, дозволяя вам в, скажем так, с трех, ну, вот в четвертой године быть максимально продуктивным. То есть, потому что иначе у вас просто может быть просто уже полудепрессивное состояние, я не знаю, как у кого там, когда уже пробки вылетают, ты, разумеешь, создавать просто полугодийный материал, а, короче, ты только начал, там, ну, а, уже не можешь, ну, ты уже стомился, вот, не ведешь, за что хопаться. То есть, адекватным, заставаться адекватным на четвертой године, вот, минавито в этого deep work, когда ты просуешь на грани своих сдольностей, допомагай, минавито гэта техника. И тогда ты, разумеешь, чему ты пробил первые два первых рынка, когда только расчегаривался. Значит, а теперь поговорим про то, что мы все живем, мы ведем некий ладжица, да. И, окей, мы применяем эту технику, но пытание, на грани мы просуем своих сдольностей, а эти есть, это, на самом деле, нашими сдольностями. То есть, может, мы довелись до такого стану, что вот, вот, теперь мы видим, что это наши сдольности, а ли они могут быть иншими? Каким шином можно на эти сдольности поплывать? Как на самом деле, ну, скажем так, быть больше творчими, пусть делать легкий материал, делать, там, когда мы пишем книгу, то, как, прочитавшим, раз месяц, два, нам не корректировать, снова, 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 идти, там, например, быть задовольным глубиной сюжета, там, идти, некой оскравостью и так далее. Значит, за прошлый 10 год было, верно, богато доследованием научных, которые подтвердили то, что, оказывается, здоровый мозг может производить новые нейроны, а ранее казали, что нервные клетки не восстанавливаются, ну и так далее, да, и что дорослый мозг нейроны не производит. Как это связано с тем, про что я теперь сказал? Значит, это связано с тем, что мы можем жить так, что у нас в день будет 700 нейронов рождаться, а можем жить так, что они не будут рождаться. Если они не будут рождаться, мы будем плацовать, ну, на некие, там, отсутки своих потенциальных вдольностей, а не будем думать, что мы тут, типа, рвём себя и других, и вообще мы молодцы. Ну, есть люди, которые не задоволены тем, что они, наверное, робят на сегодняшний день? Ну, я, как бы, я не верю. Все профессионисты. Да, окей. Done better than perfect, как сказал бы, наш ассоциатор Багульска, это кшталт вздробленный лет, чуть ли, идеально, а лет, да, тут это не доросчитано. Мы все хочем робить, но не особо люди, которые пишут, перочитывают, разумеют, ну... Конечно, да. То самое. Так вот. Мне все шло то, что мой мозг, оказывается, может генерировать новые клетки, и 700 нейронов я обязан ему каждый день, или он мне, мы друг другу. То есть он мне обязан, но выпрацовывать он может только при певных, ну, количествах. Значит... При этом это не просто некие физиологичные моменты, это напрямую уплывая на... ну, показчики просто. Вот этот вот гейп-гоокап, который... в котором, собственно, это выпрацовывается, и он уплывая на эмоциональный стан, и он уплывая на... Самое главное, мою сдольность опрацовывать одночасовую информацию, вот то, что потребно мне, например, при журналистике, как опрацовывать бал информации, да, якосно уплываясь в голове информацию с десяти, там, двадцати границ, и еще выдавать некий контент из этого, творческий, там, полет, в одном сказе, там, выкористовывающий 12 ссылок, да. Так вот, это все, на это все уплывая именно на виду сдольность нашего мозга в образовательные нейроны. Это и новые нейроны, и они, как раз таки, и будильничают в этой праце. До речи к 50 годам, вот как я тут написал, вообще, в принципе, все нейроны в нашей голове обновляются, оказывается. Так вот, значит, что уплывая на то, как эти нейроны рождались? Это мозговая активность, это понятно, вы все читаете, вы все хорошие. Вы эдукацией занимаетесь. Опошнее доследование показывает, что, оказывается, вельми корыстно выучать замежную мову. Не только потому, что она дает в CV хороший бонус, оказывается, это вельми сприяет добро на сдольности когнитивные, то, как, ну, в принципе, колькость нейронных излучений и импульсов, и она больше сталая, активно и доказано, что человек, как и ведая замежные мовы, в принципе, вот эти хворобы альцгеймеры и так далее. То есть, в принципе, у него мозг стареет позже, там, на 10-20 лет. То есть, это уже доказано. То есть, это корыстно замежную мову ведать не только потому, что это классно, но и нужно учить их. Это развивает мозг и обеспечивает его молодость. Сон. Сон, по себе скажу и науково. 7-8 часов. Те, кто спит 4-5 годинов и, одразу скажу, на первое, это уплывая на все. И в тым рику на фигуру. Я кушаю очень много и кушаю больше за тых сябрау, яке кажет Валера. Нет. Они говорят, скажи моей жене, что ты ешь не меньше, чем я. Нет. Потому что она говорит, посмотри на Валеру, хватит жрать. А я кажу, что я ем больше, чем иные. Просто я с клюсьем 8 годином. Итого у меня в обмене веществ не откладывают. То есть, там такая специфика метаболизма, можете поглядеть, что, коли ты кушаешь налог мало, спишь 4-5 годинов, тебе просто перерабатывается не то, что потребно и откладывается куча. Вот. Значит, на кон сна. То, что я о поршении доследования. Спать без вопротки. Оказывается, это не просто фишка 12-годового взрослого умения. Оказывается, это все связано с терморегуляцией. То есть, ночью, там есть пики, коли досяграя организм поленных своих пиков, термопиков, и коли ты вопротки спишь, сбивается это, ты просыпаешься лишние разы, у тебя повышенное выпарение воды. То есть, мозг обезвоживается, и, в принципе, это так само уклывает на твою вздольность адекватно мыслить. То есть, все взаимосвязано. Ну, я еще вернусь до раннешних ритуалов, автозваных. Слово ритуала, конечно, в христианской среде вообще какомагически звучат. Я хотел чем-то заменить, но... Каратеев звычки. Звычки корыстные, да. Их просто модно называют ритуалами. Вот. Значит, я одразу с вечера ставлю два стакана воды по 200 грамм с лимоном. Рай в это обезь вам, потому что литр, 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 от литра до полтора биггати, ни коли в это не верил, а литр так есть, выпаривается и выдыхивается за ночь. Это критично для нашего мозга в том лиму. Почему мы встаем вот так вот, и мы говорим, мы герои, мы сталкиваемся с кровати. Не надо сталкиваться, если ты просто проснулся и потихонечку подсадил водички, зарабил. Опять же, медитация — это такое слово запрещенное в протестантской пронапсе сиропов. Но я одразу скажу медитейшн, потому что у Библии есть слово медитейшн, оно на каждой сторонке. То есть, коли вы начинаете свой день с двух стаканчиков водички, коли еще лежите в постельке, то вы, в принципе, вскочите с нее просто 5 гривен сами, не треба себе героически скидывать. То есть, в принципе, коли вы вбиваете воду, у вас раскачивается лимфа, у вас разжижается кровь, мозг сам просится начать день и пранцевать. Коли вы еще в этот час вы вводите мозг с дефолт-системы так званой, это особая тема. То есть, фокусуетесь на необходных речах, которые вы выполняетесь на день, на то, что для вас важно, то мозг перестраивается из своих ночных блужданий, и вы еще больше сами хотите встать. То есть, вам не надо скидывать себя с кровати. Значит, да, по поводу девайсов, я имею в виду самое важное, это уплывает. Но это уплывает не тому, что мама так сказала, не смотри инстаграм на ночь, а просто потому, что есть такое понятие, что перед сном организм готовит себя ко сну. И выплацовывается такой называемый меланин. Вам вообще текаво научные факты? Или мне просто руками махать, я не знаю, мотивировать? Минить так слова. Просто, да. Можно руками махать. Так вот, есть таки гормон, по-моему меланин называется, мелатонин, можете проверить. Я, как бы, все же таки не PHD не заканчивал по этому поводу. Так вот, девайсы просто со своим этим голубым свечением, и они просто дают сигнал мозгу, что еще не вечер, не надо засыпать, не надо готовиться ко сну. Потому, когда вы лайкаете что-то в инстаграме в постели, вам реально тяжко заснуть. Я по себе это знаю. Я когда лайкаю, это не потому, что мне нравится хода, я такой перевозбужденный. А это просто, а это просто потому, что мозг реально, вот ты захотел уснуть, и вроде все нормально, словил фазу сна, думаешь, дай-ка я там фейсбук что-то, ой, надо прокомментить. Тебе очень светит, даже если ты на минимум его рубишь, тебе светит этот свет. И все, просто он, как бы, не дает вырабатываться, попасовываться к этому гормону ночному сна, и ты просто ложишься, и потом полтора часа о чем-то думаешь. Но не потому, что тебе думать хочется, ты просто не можешь уснуть. Это натурально. Вот, значит, на каком-то харчаване, да, один товарищ уже сказал, не надо мясо с селецом. Я не раю селеца, есть-таки ночной белок, называется творог. Вот, кушайте на ночь творог. Если вы не можете просто перестать, как Павел Константинович сказал, кушать. Александр Львович сказал. Ну да, со ссылкой на первоисточник, я понимаю. Так вот, я не могу не кушать на ночь, сразу скажу. Хотя мне рает не кушать за три годины. В детстве мог. Сейчас как-то не отрывается, я перешел на творог. И это очень круто. Творог ночью правильно усваивается, он не будет дораживать организм. Я просто чему про это все рассказываю? Это реально на празд уплывая. Вы можете працевать в этом депворке, но рабить 20% от того, что вы реально можете. То есть, если вы настраиваете организм правильно, то вы просто разумеете, что вас уже запрашивают там куда-то, где вы ищутся, где вы хотели працевать. Где вы хотели працевать, потому что чекаются. У вас чекаются, но у вас чекаются в иншем ресурсном состоянии, с иншими должностями, с иншими погашками. Да, ну засыпайте, как в армии США. Знаете, да, как они там засыпают? Ложатся на спину, на валик, который под головой, и говорят, я ни о чем не думаю, я ни о чем не думаю, я ни о чем не думаю. И где-то на раз 25 ты просто разумеешь, что ты уже не говоришь, я ни о чем не думаю, ты просто засыпаешь. Реально, у меня под суть. Ну я еще кое-что говорю, я там быстрее еще засыпаю. Но самое главное, что и какие парады? Все-таки постарайтесь. Я такой человек, который я любил спать на животе. Еще там ножку как-то задрать. Гимнастические тюли. А на самом деле речь вельми корыстно для организма заснуть на спине. Вельми корыстно. Заснуть на спине. Хотя бы попробуйте. Харшевание. Это вообще жестко, когда вы тут вот это все кушаете. И я хочу тоже. Я ранее думал, что это просто мама так говорит. Лет 30 назад, когда она мне это говорила, там лет 25, про то, что Валера кушает витамины и так далее. Оказывается, все банально и все потлумачено. Я, например, это не работаю, а я уже собираюсь набить себе норвежского рыбьего жира. Потому что, разумею, что он вельми поможет мне. Это на самом деле вельми важно для мозга, чем вы его харчуете. То есть омега-3, вот все эти кислоты с рыбки. И у меня давно не было рыбного дня. Я щиро вам скажу. Но это вельми корыстно. И как... Загуглите. Короте и сенс таки, что, как кажутся японцы, все, что не хрустящее, все не полезное. То есть ежа, а мусеники хрустящие. Все, что мы кушаем, понятно, что это бизнес на нас, чтобы потом таблетки покупали. Понятно, что когда мы, извините меня, жиром фастфуды, которые окисляют наш организм, и это рассада для раковых клеток, а потом мы задаем себе питание, что у нас происходит. Хотите быть здоровыми? Хотите, чтобы у вас был нейрогенезис? Хотите работать в дипворке так, как в фильме... Помните, там про эту таблетку, которую он съел? Как она называется? НТЗ-48, как она называлась? Область седьмой фильм. Область седьмой прописательной, прописменник. Как я вам там сдавал эти книги. Видите, да, еще там ничего такого запрещенного. Мои парады. Ощелачивайте организм. У всех у вас и у меня тоже организм в виду вот этой индустрии, которая нас кормит тем, чем она кормит, зарабляя на этом гроши сперва на том, чем она нас кормит, а потом тем, за что она нас лечит. Так вот, перестаньте уже сказать про экологию, про то, что нема мягчимости, и мягчимости есть, но вот у этих ассирот. Спрайт – это убийца для организма, сразу скажу. Это наибольшее, ну, все вот эти напои, что она робит, она окисляет организм. Окисленный организм – это на грани фола. Как ощелочить организм? Начинаете с водички с лимоном, кушаете на вот ту садовиду Городину, которая небыто польская, гумомодифицированная там, и все остальное. Поверьте, это все равно леш, это все равно леш, чем белокола, колокольчик, что там еще, булочки, четвертого хлебозавода, там, пампушечки, которые типа не гумогемогумомодифицированные, но это еще большая жесть. Поэтому в грим и минимум здесь едать по 0,3 литра Городнины и садовины. Это просто вам продлит вашу творческую карьеру. До речи это напрямую влияет на депрессию. Не знаю, у вас получается в депрессии творить? Я не в курсе, что такое депрессия, но говорят, что не очень получается. Дальше по тайменеджменту. Я вас тут загрузил наукой. Теперь давайте пропрацуем еще один такой прием. Он называется в народе съешь лягушку. Что такое съешь лягушку? Это одна из техник тайменеджмента. Съешь лягушку. Что это значит? Мы сейчас по тактике. У каждого из нас на пыльной, я не веду каждый день в тени, но в финансе есть некая лягушка. Лягушка это задать неудобные питания шефу. Сколько же стоит? Сколько же стоит? Да. Это позвонить, я не веду налоговому инспектору, или там позвонить, я не веду банк, или у вас кредит, и сказать вот он я, я сам вам звоню, а не вы мне. Да. И устроить тяжкую размову. То есть это может быть звонок другу, маме, женке. Я не веду, что для вас лягушка. Але. Психологично, чрезвычайно люди забивают свой день какими-то продуктивными справами, как бы не есть лягушку. Почему? Это психологический эффект. Типа я же делаю что-то полезное, я вот сейчас вот сделаю что-то полезное, много всего полезного, и потом сделаю вот это вот. Вот это вот. Потом ты вроде в принципе как-то удовлетворен тем, как ты поработал, и переносится на завтра. Потом завтра это испанская маньяна. То есть что это значит? Завтра, который никогда не наступает. Поэтому, хотите больше самоуважения, хотите больше некого серотонинчика, не за счет молочного шоколада, альпингольд на скидках, а за корж нормальных реальных речек, то съешьте лягушку першей. Мы после поразмавляем, как эту лягушку расставлять, когда у нас, да, хобби, сейчас вправо справлюсь. Ее треба ставить, конечно, не в 6 в 1, но как только ты проснулся, и она мусит быть на своем месте. Али с терминовых и важных справа, и она мусит быть першей. Навигация жизни, связь часов и компаса. Значит, смотрите, мы с вами разглядели две методики, методики Помодора, она в принципе перекликается с Deep Work, я вам раю все-таки загуглить, что такое Deep Work, и конкретно попрацовать, я квасую в этой Deep Work, потому что для журналистов эта метода, и она корыстная и классная. Я ранее, честно, вот брался просто и лупил материал вот и до. Где-то на серединке мне уже плохило, но я ж мужчина, я должен все сделать как надо. Просто я разумею, что я смазывал концовки, когда мне нужно было все проанализировать, свой материал. А, ну я растягивал на два дня то, что сейчас делал на один день. Потому что я разумею, что мне только на свежий взгляд оценить, пересчитать. Да. А часом это вплывало на то, что, ну нет, умовы, все мир. Да? Я не брался на что-то, а это ж напрямую влияет на, в принципе, нашу там карьеру, там я не знаю, ну разумеется, да? Тому просто вот эта вот техника, она позволяет за один день робить, и твой мозг состоится свежим. И на финальный аккорд. Да? Как в беге. Они же как-то там размирковывают свои силы, как-то, да, поднажать концерт. Вот. Вторая метода, про которую я хотел сказать, это вот съешьте лягушку. Ну, есть еще методы, али мы их вельми искусно коснемся, потому что я зараз хочу поразглавлять про что с тем вельми важное. Навигация жизни компаса, потому что, как сказал мой один знакомый, бизнесовца, он сказал, Валера, я живу не по часам, я живу по компасу. Меня начало это жутко раздражать, потому что я хотел все быстрее, и так далее. Вот. Но я был еще молодой, я не понимал, что он имеет в виду, я где-то чувствовал интуитивно. Но все равно меня он раздражал. А после я почал это раздражать других, потому что я разразумел в чем цинус. Я теперь, да, хочу поставить видео. Яну Варте, занимает пять филипп. Ценс того, что шмат, что мы робин, мы продуктивные, мы задоволены тактично, а к 35 годам к нам приходят кризис среднего возраста, обаяковать для життя, млявость. Ну, тут, случайно, пассионарная аудитория, если здесь, тут не так это отчувается. У инших аудиторий это отчувается на шмат больше. Люди працуют, например, в крутых журналах, в часописах, и они там на телевизии, и они крутые, и они там тра-та-та-та-та-та, но тихо ночью они скулят, где-то там лезут на шпалеры, потому что то, что их штырило 20, 25, 35 уже не штырит. Потому что никто в детстве не понимает, что когда-то ему понравятся оливки, и ты не будешь хотеть конфет. Вот. То есть надо просто разумеет, что мы же растем и меняемся. И посыл Головный ваг, Головным речем, да? Жить, любить, учиться, ставить вслед. Речи гэта-науковой, из науковой праций взята 4 основных, 4 основных на керунку, как бы потребу человека, это жить, любить, учиться, ставить вслед. И на початку житя, наверное, до Садкова жить и любить, потом мы начинаем разумеет, что учиться, оказывается, это не каторга, это потреба, это класс, это скиллы, это модно, это круто. Вот. Но когда человек живет, любит, учится, потом у него начинается депрессивка, он начинает копаться в себе и разумеет, что он хочет сделать что-то великое, он хочет сделать что-то, что «My essence», «Я не хочу быть высокоплачиваемым рабом», там, начинаются вот эти все песни про то, что он хочет быть сопричастным до чего-то, что переживет его. Да? Вот. Вот. Кто-то хочет войти в историю, кто-то ставить след, кто-то изменить мир вокруг. Ну, начинается заниматься, кто чем? Кто-то сублимирует, кто-то соправдывает, что-то соправдывает. Так. Вот эта презентация завершена, я зараз поставлю ролик. Одразу позначу. Значит, кто знает, кто такой Стивен Кови, кто читал «Семь навыков разукоэффективных людей»? Чуды. Раю. Вельми раю. Значит, сенс таки, что… Ну, понятно, американцы, и наши поселки, да, прожили еще в прошлом веке, мы только начинаем. Значит, сенс таки, что такое? Ну, живут себе бизнесмены, политики, философы и так далее, и тут у них, короче, депрессия, и вот эти все… все вот эти вот истории, которые мы читаем сейчас на «Про бизнесе», это про то, что как бизнесмен в 50 лет стал там инструктором по дайвингу, как там, я не знаю, там… Юрист стал… Стало в болитместе… Как, да? Дехал в Верску, открыл свой… Да, 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 да. Вот эти все human stories, животрепещущие… Горват. Вот щит, напрыхлот. Горват. Ну… Столковник… в том месте про героя, будет 25 лет, да, и потом на поездку прострали. Так вот, о чему… о чему это все читают? Потому что это отзывается в сердцах. Если бы это не называлось в сердцах, никто бы этих human stories не читал. Правильно? Ну, какая мне разница, что какой-то банкир сошел с ума и открыл там какую-то свою, не знаю, там инструктором по дайвингу стал. Но чему это отзывается в сердцах? Потому что сегодня мы проходим вот эти эволюционные этапы, которые, в принципе, уже, ну, как ровр, уже прошли в западной цивилизации, скажем так. Так давайте же спрацуем на опережение, как работает наша милиция, чтобы, чтобы не разгребать по факту. То есть, зараз у нас вот эти тренинги, да, вот тайм-менеджмент, давай, вали больше, за меньшую только с часу дроби больше продуктов, там, система мотивации и так далее. Ну, что у нас, чекая про спят, десять, пятнадцать год, да, это то, что, про что сегодня, сегодня вот пишут бестселлеры американские, которые некоторые уже перевели на русскую му. это про то, что, успешные люди, я просто по-россейскому скажу эту цитату, успешные люди точно знают, что самое бесполезное потраченное время, это хорошо делать то, что делать вообще не нужно. да, у нас, верьме, богато людей, они робят верьме якостно то, что, в принципе, ну, не надо, может, вас и журналистов это не отлично, а может, вы, кто-нибудь в сердце, сразумеет, что, в принципе, может, вы и есть в чём-то, но не в основной своей деянности, а не специалистом, вот тем, что, в принципе, не треба рабить. Я знайшел некоторые речи, какие я добро раблю, и какие, в принципе, можно будет выиграть. Это розница, до речи, помишь продуктивность и эффективность. Розница заключается в том, что продуктивный человек и он робит багатые речи, и он скажет, я сегодня зарабил там 8 пунктов, я там зарабил то-то, то-то. Але чему он продуктивный, а не эффективный? Это то, что, в принципе, в стратегии его жизни, это в том, что в сенсе его життя, в том, до чего он идти, это не было ингредиентами или складниками для его мэри. То есть он нарабил кучу справ, нарабил добро, але прошло 5 год, у него депрессия, он говорит, пять лет изменилась, ничего не поменялось, зачем я это все делаю, зачем мне это надо, чем я занимаюсь, где мои вещи, где я, и так далее. Давайте посмотрим это видео, это видео, прям, такое, как продвесить правильно? Придчища. Продвесник. Продвесник. С вами бывает такое, что вы чувствуете, будто вас постоянно сбивают с ног волны при боя. Да. Вы знаете, когда большие волны от нас сбивают вас с ног, вы поднимаетесь, а тут следующая волна и еще одна снова валит вас, вы просто выбиваетесь из силы. маленькие вещи. Что ж, это похоже на все эти маленькие вещи, которые обычно заполняют нашу жизнь. Я не малый вам обновляються. Итак, ваша задача. Нельзя выходить за этот предел. Вы должны положить все большие камни в миску. Желаю удачи. Я буду вам описывать каждый камень, который она будет класть. Как называется это? Кладку, Квадрат 2. Планирование и подготовка. Верно. Планирование, подготовка, предупредительные меры и плономочия. Квадрат 2. Это то, что не очень срочно, но важно. Хорошо, можно я его положу? Конечно. Следующий камень, который она кладет, называется семья и отношения. Она старается втиснуть их все, считая, что если их перемещать и передвигать, то будет больше места. Давайте посмотрим на третий камень, который она кладет, и где-то работа, какая-то ключевая рабочая проблема. А затем важный проект, но выше этого уровня нельзя. Так можно? Да, можно. Не получается. А этот называется дом, община, церковь. в Симе. Вы уже оказывались в подобной ситуации? Да. Кто еще чувствует так же? Я буду продолжать. Разумеется, попробуйте их туда забегнуть, у вас в ноги. Точно. Затащить пилот имеется ввиду оттачивание навыков. Сегодня у меня просто нет времени заточить пилот. Усы. Когда вы едете на машине, вам когда-нибудь не хватало времени, чтобы заправиться? Так, ничего? Почти. Уже лучше. Что ж, не Бог. Вы знаете, если не помещается, поднажмите. Мне обязательно их себе положить? В принципе, нет. Вы можете, например, отказаться от жизненного шанса, если хотите. А вот что-то, что называется срочное и важное. Это квадрата, день, вещь, которая возникает неожиданно. Скажем, ваш самый важный клиент требует встречи с вами. Если вы немедленно не уделите ему время, то... Вы отказались от отпуска? Нет. Ну, все поняли, что эти песчинки значат? Ну, кто блин, сам? Ну, это... А ведь у вас нет свободного времени. Для беда, которую мы занимаем врачи. Если хотите, я скажу вам, что вы можете сделать. Что? Вы можете выбрать совершенно другой партнер. Вот совершенно другой. Вы можете делать все, что угодно. Я могу использовать эту миску. Вы это имеете в виду? Да. Тогда я сначала положу вот это вниз, а потом насыплю мелкую гальку сверху. Каникулы. Хорошо, она заточила пиво. Планирование и подготовка. Супруг. Супруг. Отпуск, работа. Жизнь и шансы. Важное и срочное. Свободное время. Община и церковь. Эти маленькие дети все время на меня смотрят. Хорошо, что муж здесь. А теперь едем вот сюда. Хорошо. Хорошо. Салasi. Когда-то. Хорошо. 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 - Сначала она положила все самое важное, да? Точно. Суть этой басни такова, что ковид отдает основную идею, что если мы не забиваем, то, в принципе, дроби жизни, люди, которые думают, что у них есть вольный час, они помогут вам забить ваш день. Что это нужно делать? Это люди, которые завсёдают час посидеть в кафешке, рассказать вам свои беды, которые каждый день имеют потребность в некой параде. Ничего суперзитова не имею, это можно расценивать их служение, но это так само нужно быть упорядоченным. Вот. И то, что говорит Ковик, это называется размеркование часу. Вот сейчас мы отшли от таких речев, именно от техник, до более глобальных речев. Это размеркование, в принципе, своего часу по принципу... Это называется матрица Эйзенхауэра. Вот. Американский военачальник, по ходу его так само там, после другой сусветной, ну как бы, справа было больше, чем часу годинового сутка, он решил что-то с этим работать. Так само жил, видимо, в Цейтноте. Вот. И подумал, что как-то все-таки что-то не так. И он не поспевает то, что для его важно. Да? Али справа больше, чем махчимости, надо поспать. И он распразовал такую матрицу. Значится, матрица... Это такой квадрант, який складается с четырех часток. Значится, и метод, видимо, таки простый, да? Что в нашем житте есть речи важные и терминовые. И, глядите, значит, эссенс такие, что... Возь гэта, как бы... Возь гэта некий важный... Возь гэта частка, значит, важные речи, а возь гэта частка гэта терминовые речи, да? Значится, эссенс гэта методики таков... Что вы мусите зарабить спис на приклад. Кто рубит спис справа на бедене? Может, рубит? Правил, правил. Глядите, я как это рублю я, и отразу, отразу вам подлумачиваю, что это... Что это значит? На приклад, у вас какой-то поток пошел, и у вас в голове все вместе. Так, позвонить в детский сад, потому что надо... Так, ой, еще надо квитанцию оплатить. Блин, я уже собираюсь третий год на фитнес. Так, английский, английский. Я уже столько потерял из-за того, что, не знаю, его на уровне, там, Т2. Так, а, ботинки. Нужно купить же ботинки. Так, о, и позвонить нужно этому, вот этому, вот этому. А, и еще вот забрать деньги у этого, и дать совет этому, и сустреться с этим. И лампочку поменять, розетку починить. Короче, все, все, у вас был сумбур, и это займая ваша... Я не знаю, это документ, оперативную память. Что вы делаете? Вы изливаете это все на бумажку, да? Причем, вы начинаете думать, ну, это же, ну, не разназначная речь, как бы это как сортировать? А как это размерковать? А это... Поэтому, что я говорю, вы под пунктами 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, возьмем, там, 10, 8, 9, 10, вы выклескиваете это все в абсолютно сумбурном порядке. Вот просто, там, не знаю, там, заплатить за мобильный телефон, начать учить английский, там, записаться в тренажерный зал, там, позвонить, там, спросить у редактора, когда вообще денег не будет. Там еще что-то, да? То есть, полностью все записывать. Абсолютно. На тыдень, на тыдень. Не по дням, на тыдень. И что вы робите? Вы начинаете по этой методике. Я обозначаю это вот такими вот. Например, там, где у меня стоит что-то, за что за тыдень, коли я это не зараблю, меня никто не съест. Земля не перестанет крутиться, но про спять год ничего не изменится. А я хочу, чтобы изменилось. Ну, потому что я бибачу себе про спять год нитья. И без гибких ключевых навыков, без якостного иншего я, я не окажусь про спять год нитья, кроме там, где я и юстя, да? Ну, например, Тобок, тут вот написано, да, например, я не веду. Дайте мне, дайте мне кто-нибудь дефиницию, чем вы хотите займаться, некий навык, некая якость ваша, некая там, что не кричит, но вы лечите это важным. И то, что в долгосрочной перспективе вам допоможет, ну, в принципе, вы это откладываете уже который месяц или который год. Есть что-нибудь такое? Выучить польскую мову, например. В польскую мову. То есть вы, добро разумеется, на лошаде она вам, а в принципе тызнь, тызнь, тызнь и у вас ничего не колет, в принципе. Ну, так, мучения есть где-то по ночам, но особо не кричит. Есть ничего. Да, вот у меня тоже такие есть, которые как бы есть не просят, а тихо, знаете, лягушку если бросить в кипяток, она выскочит. Если варить ее на моем мелком огне, она сварится. Так вот, это то, что варится. Я позначаю это вот такими зелеными стрелочками, которые мне, ну, я такой визуал, я позначаю зелеными стрелочками, это то, что меня поднимает вверх. Это называется важно, не срочно. Это важно, но не срочно. Это по матрице Эйзенхауэра. Это второй квадрат. Второй квадрат это то, что нас строит. Это то, чем не занимаясь, мы задаем себе пытания, зачем я это все делаю вообще, что произошло, депрессуха там, ну типа я не развиваюсь, я типа продуктивный, я пашу как лошадь, вроде я там сдаю отчеты вовремя, статьи вовремя, но, короче, жизнь как-то не так идет. Значит, наступные справы, дайте мне некие терминовые справы. А вот вы пишете в неделю вечера, только не забыть в среду там то-то-то, или кровь из носа там, что-то там на тыге, не треба затопить, что такое может быть терминовое? ФСЗН заплатить. А? Что? ФСЗН заплатить. ФСЗН заплатить. О, ФСЗН, да, ответ ФСЗН я вспомнил сразу, потому что, ну, ФСЗН назад. Что я роблю? Я роблю, я ставлю себе красный кличник. Что это? Есть по матрице Эйзенхауэра. Это есть первая, первый квадрат. Это важный терминовый. Коли вы это не сделаете, горит, пожар, его нужно тушить. Многие люди, они живут в парадигме срочности, они тушат пожары, и потом у них депрессия. Потому что они заплатили ФСЗН, они сдали вовремя то-то-то, тра-та-та, но они живут по годиннику, а не по компасу. Их жизнь не развивается, и они просто вот там, где они были, они этим не задовольны. Потенциал кричит, если хотите, воля Божья кричит. Человек должен расти как лилия, как лилия не растет, она растет как-то по-другому, или вообще не растет. Ему уже пора цвести, судя по времени, а он все еще там пытается как-то вылупаться, да. Потому что он же, он же продуктивный, он же да, сдаёт материалы вовремя. Значит, после у нас есть третий квадрат, что такое третий квадрат? Например, у вас есть такое? Ну, третью неделю Тане обещают зайти в гости. Федор, он же просил мне помочь с курсовой. Ну, вот, как бы, да, там, кому-то позвонить другу из Америки, который в принципе… Смотрите, одно, смотрите, самое важное в нашей жизни это что? Это отношения, это взаимодействие с людьми. И тут треба время деликатно подходить, что для вас есть другие квадраты, а что есть третьи. То есть, я верю в то, что отношения надо питать, но их надо упорядочить. Одна справа, когда вы пишете человеку, и пусть любви ему посылаете, потому что это ваш сябр, и потому что вы хотите скудовать с ним относины. Одна справа, когда люди из вас выпивают соки, и вы постоянно, они постоянно в вас нуждаются, это люди, которые не хотят от вас удочки, они хотят, чтобы вы кормили их рыбой. Знаете такое, да? То есть, ты дал рыбке, у него силы есть, и кажут, давай я тебе сейчас дам удочку и научу рыбку ловить. А ты что-то не то, он всячески избегает обучения с удочкой, он просто хочет, чтобы приносил ему рыбки. Собственно, такая методика шестя. Онлайн это право, онлайн это право. Но вы должны как-то сами с собой провести трудную размогу, и как-то ему сказать в любви, в любви, но как это, в любви, но да, с перчиком. Это значит, с позиции сказать, дорогой Иван Петрович, или там, Дуся, что, как бы, я не хочу для тебя делать медвежью услугу, вот, благими намерениями, это как раз место, да, и ведет дорога не туда, а я не хочу быть человекоугодником, я хочу быть угодным богом. Потому что это некоторые люди маскируют за служение людям, и тут надо разбираться, мухи от котлета отличать. Вот, значит, это третий квадрат, третий квадрат ему место после того, как вы заработали что, другие и перши. И я это на третий день помечаю, там, например, вот такая у меня стрелочка, она волнистая и прямо идет, да. То есть, если кличник у меня, это травиналные речи, это, 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 это у меня вот такой вот, там синенький бывает, полярный тогда. Да, и четвертое, это то, что, в принципе, тут не, четвертый квадрат тут не помечается, он придет, вот, какая-то галька сама по себе. У вас что-то может получиться, не получиться, вы залезете в Facebook, поставите лайки в Instagram, пойдете с кем-то, напьетесь кофе, или что вы там, чем вы там напиваете. Вот, какой-нибудь фильм захочется вам посмотреть вечером, это все четвертый квадрат, это то, что убийцы времени, да. Значит, что вы, что, 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 что после обробите? Вот вы, значит, у вас третий, например, там, ну, там, четвертый третий, там, чего-нибудь там. Вот у вас есть некая картина, да, вы бачите кличник и так далее. После вы размерковываете, например, пришел у вас понеделок, да. Понеделок, я, я раблю. Я просто уже часу не могу рассказать про ритуалы утренние и про все остальное. Я тут, я, я, я зуб опыта зараз вам расповеду. У меня за все, да я разумел, что у меня на другие квадраты не капает часу. То есть, ну, короче, у меня вот эти кличники еще добавляются, я их тушу пожары, вот, я такой молодец, я продуктивный. Ну, польская мова, понятно. Где-то в памяти, в идеальном я, в совершенном образе, в медитации, в молитве. Господи, как поле. Где-то есть, параллельно со мной живет эта Дуся, которая знает польский язык, да. Или там где-то я, который параллельно живет другой жизнью. Все должно было пойти иначе. Все должно было пойти иначе. И к чему я пришел? Мои парады. Жавра ты, или сова, интроверт, или экстраверт, или кто-то там еще. Придется смириться с человеком. Вставать нужно рано, минимум за три годины до того, как тебе нужно выйти на работу. Или начать работу, если ты работаешь дома, но не в пижаме, а в костюме. Минимум три, я иду к четырем к одинам. Мне тяжко, мне больно, но я запомнил, он мой вырос. Больно будет в любом выпадку. Либо от преодоления самого себя, либо от разочарования. Вот, я выбрал боль осознанную, сведомую. Боль, потому что, мне кажется, когда за Господом записывали, они недозаписали, что в принципе лирия, когда растет, она тоже тушится, мне кажется. Наш так лупится. Знаете, есть параллельная такая история про бабочку. Как из гусеницы бабочка, знаете? Она лупится, она пищит. Как-то ученые замерили, писк равен бродовым мукам. Эксперимент помогли гусенице стать бабочкой. Разрезали этот кокон, она вывалилась, ее сажали муравьи. Почему такая грустная история? То есть, в процессе, когда она вылупляется с кокона, у нее вот эта ваткость выходит из тела в крылья. То есть, про эту боль, она развивается. Она становится бабочкой. Когда она рвет этот кокон, это прекрасная бабочка. Когда бабочке гусенице помочь, чтобы она не мучилась, она остается охвяной для съедения муравьям. Поэтому, когда мы позбегаем с ведомой боли развития, мы впадаем сначала в депрессию, потом в лень, потом в прокрастинацию, потом в себя умулявость и вояковвость для життя. Ну и короче, как живешь в 93, а может в нашей стране большее количество людей. Но я не хочу, чтобы вы были такими. Я хочу, чтобы вы были трехпроцентным исключением или там на 1%. И я просто стараю вам, чтобы ваш день выглядал таким чином. Видите, как он выглядит у меня. Я не скажу, что у меня все отрубливается, а это мой эталон, в принципе, из большего я так живу. То есть у меня 6.30, ну я иду в 6.00, это подъем, да. Дальше у меня следует перечень моих так званых, ну это занимает мотивоприятие, ритуалов, ругательное слово. Ну это извучки, но просто это комплекс неких мероприятий, и они называются savers. Можете… 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 Да, это такие уртовальники в вашей раннице, потому что… Ну, глядите, есть речи, какие можно работать вечером. Например, в спортзал можно сходить там в 5, в 7. Там есть прилады, которые различают твои пики вот этой активности, да. Что… Ну вот я не люблю там заняться заниматься некими активными физическими… Я люблю себе просто активную аэробику. Вечером, ну, как бы, плану… Займаться там… Коллективно, в принципе, выведу себя на нормальный ресурсный стан. Впасти в зал. Но, в принципе, смотрите, если вы с ранницей не вздробите, не заложите фундамент, вы не вздробите это вообще. На обл. То есть, по белорусски. У обл. Это опытным путем. Смотрите, раниться – это ваш час. То есть, коли вы глядите сериалы там про американских политиков, про бизнес-социал. Там за все бежит какая-то девочка по дорожке и говорит, я стою в 5 часа. С 5 до 6 – это мое личное время. Да? Пока не проснулись все бесы и все остальные, кто там просыпается в 6 или в 7. Вот. Трех-одины я роблю все, что до 1000 мега другого квадрата. То есть, что для меня важно не терминовано. Коли вы возьмете все парады, извышки там миллионеров, миллиардеров. В принципе, все вокруг до этого кажутся про одно. Что все робят подморок дня с ранку. Про нее для меня это было дико. Я вставал, я вставал где-то… Мне 40 км было до того, как выйти. И мне это попало на дня данок, на пронуть, что попало. Там как-то так-то помолиться «Отче наш» и побежал, да? В принципе, нормально. Программа минимум, да? Такая христианская программа минимум. Вот. Но, в принципе, да. Потом начинает подходить наилучшее местописание к такому ладоши у тебя. Типа, кто так не глуп, как раб мой, да? Ну, это же не обетование. Это просто консультация фактов. Или там… А, да. От недостатка ведения гибнет народ Божий. Ты думаешь, а-а-а. Потом понимаешь, это же не обетование. Это просто… Это же твой выбор. Вот. И я как бы гибнуть не захотел от недостатка ведения. И вот делюсь с вами этим ведением. Тут у меня что? Тут у меня бовязково. Я просыпаюсь. У меня тут 5 литров воды с лимоном, я уже сказал. И у меня тут на все тоже 25 минут. Значит, 25 минут, водичка и… Ну, я уже расповедал. Тут… Бугательное слово не буду выкорестовывать. Сейчас. Карантей для вас напишу. Молитва. Ну, я тут… Ну, я на ВАЗе минута не молитву. Я тут миновито на ВАЗе… Вы просуете своим мозгом. То есть это… Это не молитва. Это… Ну, это… Это не медитация. Усенсия неких эзотерических практик. Это миновито нейтральное упражнение для вашего мозга. В принципе, я вам могу дать ссылки, когда я вам это текало, как переводить с дефолт системы в ваш мозг, будучи сконцентрированным на певных метрах сегодняшнего дня, когда вы выяснили, что это не суперричность воли Божьей про вас, когда мы это, какие вы, скажем, двое или трое уже сговорились, вы просто в рабочем режиме на этом процессе. Этому… Вы можете почать просто с того… Просто вельми важно первые десять филин, про что вы думаете. Ранее… Я веду, что… Я разговаривал со смотликими женщинами и не только. Когда женщина начинается, и она начинает загадывать, что она ее червое покрыл здесь. Чему ее так сказал? Чему она так отреаговала? И каратей после А я нам мусить только молиться только для того, чтобы про все это забыть. Поэтому… Чтобы не качать эти качели, когда вы прочитаетесь, первое, что вы можете сделать – это взять контроль над своим разумом. Да? Потому что, как любые мысли в голове человека, таков умон, да? То есть, вы можете взять контроль над собой, только проснулись, а сразу – бум! Зачем я проснулся? Зачем я живу? От чего я хочу? А до чего я мкнусь? Ага! Чик! Вы обратитесь, вы активизируете нейронные сети, которые отказываются за ваше, в принципе, призвание, за ваши МЭД и так далее. Вы можете фокусоваться, и самое главное, в принципе, это медитация, это суметь тримать фокус на пыльных… Это может быть динамичное, или это может… То есть, в принципе, мозг, и он створенный как-нибудь… Смотрите, почему люди с больших, они уплывают на историю? Потому что их… Их приучили, что их мозг является статистом, который потребляет картинки, которые створены из вон. Кино, да? А в принципе, люди, люди уплывовые, которые меняют ход истории, они смотрят картинки не те, которые створены, и мозг является статистом, а которые створяет их мозг. Потому что, когда вы ведаете, есть такие датины, что, в принципе, мозг не различает реальность от той творчей реальности, какую он робит. Например, я вас попрошу широ представить, что вы кушаете лимон, вас, значит, передергивать, и вам будут кислые языки. Ну, про науковое исследование я просто не могу сейчас рассказать. Значит, далее, обоисково, 25 хвилин на крыльцевание я сам у некоторых могут цены это все вы крастуете 25 хвилин на иншистан, на молитву. Я готовить себе снеданок, потому что ранее я не снедал, я починал сладче день, я видел, что это неправильно и кепско, але я не разумею, как мне перестроиться. Расповедаю я, коли вы починаете пить воду с лимоном, просто 30 годин вы будете как волк голодный. А я, знаете, это с детства история, ты сидишь такой, слюны нет, ну ты чавкаешь эту кашу, да, и не глынается, потому что, ну это ж ранится. И вот, знаете, кто, кто, кто говоришь, я с ранится не ем? Я не ем рано, мясо ж, наверное, вообще вряд ли кто-то может ранится есть. Вот я ем ранится, теперь все и многое. И это круто. Почему? Потому что я подготавливаю организм. А организм тебе скажет днем дзякуй за добрый и плотный снеданок. Потому что снеданок это основа. Значит, со снеданок после амбельного аэробика. Если вы не делаете аэробику, ваша лимфа стоит голом, а это значит, что печальная история. Вам нужно разогнать лимфу, вам нужно нормальный метаболизм разогнать, поэтому за ранницу аэробика. после а безумовно есть такое понятие как золотой час. То есть это молитва, это планование, это отказы на складанные пытания глубиней навожта до седьмого уровня. Навожта я тараблю, это для того-то, это для того-то. А для чего это? Это. И вот вы пошли, пошли до глубины мотивации. Вы нагадываете себе, читаете свои некие дзеновники, нататники и эректуетесь до того, как съесть лягушку. Плюс 25 хвилин обовязково это чтение профессиональной литературы, я сейчас говорю профессиональной. То есть то, в чем вы работаете, в чем вы хотите развиваться. 25 хвилин, книжку, в которой вы уже 14 лет, она лежит у вас, полиция, и вы психологически ее типа читаете, ну, вас же она успокаивает, она лежит попасть из кровати, но вы ее не читаете. Так вот, 25 хвилин, вы заранец, читаете вот эту книжку, которую вы хотите прочитать. Профессиональный, который повышает вашу стоимость на рынке, или просто развивает вас персонально, но я сейчас не скажу про описание, ну, можете, окей, я расскажу то, в чем вы можете быть профессионалом, то, в чем вы можете пять тысяч часов, десять тысяч часов, десять тысяч часов, и вы лучше на рынке, вы эксперт. Это все робится сранку, перед выходом. И после, значится, вот, например, шесть, да, мы берем, ну, по сути, 9-30, это я зараз 9-30, тогда 8-30, то 5-30, то есть три годины, я за три годины, ну, тут у меня аэробика, а, контрастный душ по-любому, я забыл просто написать, то есть, раньше я не робил, просто, нет, робил, после обновился, потому что я робил его неправильно просто, то есть, ну, иммунитет, сосуды, контрастный душ. Тепло, холодно, тепло, очень холодно, тепло, и среднем, заканчиваем. Штырит так, что просто, вот, потом, ну, поставь снайданку перед, как вам зручно, поставь, зря я ручку. Впекательные упражнения, 30 глубоких вдохов, наполняем голову кислородом. Вот это все мы за рамку робим, да, то есть, а что мы тут обстоите? А что мы развиваем? Ну, мы развиваем тут духовный интеллект, мы развиваем эмоциональный интеллект, мы развиваем IP свое информативный интеллект, мы развиваем физический интеллект. Мы, в принципе, у нас серотонин выскакивает, и мы становимся счастливыми без шоколадки, потому что мы разумеем, что мы не прохезали этот день. Вот, если вы это вот торопите, вы уже, в принципе, к выходу на лягушку, вы счастливый человек, я вам серьезно говорю, это напрямую уплывает просто на то, что вы выходите, И вам подсведомость ваша, ваш дух, ваш внутренний человек скажет, ты молодец, ты молодец. И это того варко, встать вот в этот чат. Конечно, не делайте это сразу, потому что встаньте в понедельник, а во вторник у вас просто, да. То есть потихонечку, понемножечку. Если встаете там за 1 до выхода, начните вставать за 1 до 15, потом за 1 до 20, наступно за 1 до 30. И потихонечку внедряете вот эти вот звычки. Начните с водички, потому что без водички сделать все остальное, ну немогчимо. У вас организм скажет, что ты меня рвешь. Потому что китайская медицина скажет, что перед тем, как чистить, надо укрепить. А советская, давайте вначале почистим, потом будем лотать. То есть сосуды перед тем, как чистить, их нужно укрепить, чтобы они вытремали чистку. Смотрите, и в 9.30 вы выходите, и в 10.00 вы готовитесь кушать лягушку, и у вас большой на нее аппетит. Почему? Потому что у вас, в принципе, в норме все покажчики, и вы психологично сдольны. То есть у вас уже нету страха, что вот заразь это тяжкая размова и просто жесть. Просто вот вам она настроит там сапсуе, там вы психологично не вытремите, вы не будете подобаться самому сабье, как вы там адраговали, вы там будете раздражнены. Понятно, что все духовно, да? Но коня готовят в битве, это раз. И есть речь из-заики, как бы, ну, когда-то будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Доброе дело, скушается лягушку, надо быть приготовленным. Духовно, физически, анатомически, наукно-науфологически и так далее. Значит, дальше у меня идет следующее. А1, это лягушка. Это лягушка может быть как угодно. Это лягушка может быть в принципе быть ваше 4-1-й Депорк, да? Эта лягушка, это может быть перед Депорком, потому что склада на сконцентроваться, когда думают, что надо позвонить начальнику или там кому-то еще, или в банк. То есть, ка-б, сконцентроваться, и у вас в оперативке не... Блин, сейчас придет 4 часа, и придется опять... Ну, да, 5 час или звонить, я не веду. Ну, дайте мне приклад. Какая лягушка у вас, классифики или лягушки? Или я вообще про свое просто рассказываю? Есть у вас, бывает такое, что вот надо что-то делать, что не хочется делать, а надо это бывает. Ну, это не просто, я понимаю, что-то неприемное может быть, или выклик некий житевый. Ну, не знаю, сходить к стоматологу. Ну, опять же, стоматолог, да, это может быть как-то по-другому, не обязательно, с острой болью побежите по-любому. Скорее, стоматолог – это второй квадрат. А знаете, в чем принцип второго квадрата? Что, почему мы тушим пожары больше, чем надо? Это как с курсовой. Курсовой – это второй квадрат, да? Второй квадрат – это важное и несрочное. Но если ты этим не занимаешься, то он становится важным и срочным. Да? То есть стоматолог. Стоматолог – это важное и несрочное, заниматься зубами. Но если не заниматься, оно становится важным и срочным. То есть мы забиваем свой день вот этими кличниками, половая из которых – это на самом деле речи-речи, которые мы могли просто, ну, пробить. То есть, да, дешевле нам бы обошлись, если мы рубили. Вот. Это напрямую влияет на нашу продукцию. Вот. Смотрите, А1, потом никакие справы там А2, А3 идут, да? Это то, что если ты не дробишь, ты будешь разочарован. Ну, грубо говоря, кровь-износа надо сделать за день. И потом пошли в B1. Это типа ответить на email какой-то, там, такой типа рабочий, который там, там, B2 – это там, ну, я не знаю, там, что там, положить деньги на балкон, потому что через два дня отключат. Да, C1 – это у вас пошли уже как третий квадрат. Позвонить Люси-Люси, поощрить себя за выполнение. А, вот у меня такое, я пока вот это не делаю, я типа комметить в Facebook не буду. Я серьезно. Вот у меня третий квадрат – это вот выказать мою, там, такую околокражданскую позицию. Ну, потому что гражданская позиция у меня второй квадрат, это может быть часть моей работы. А если это просто, ну, какому-то Васе Пете там сказать, что он не прав, то я вот раньше, раньше вот, пока не сделаю, Вася подождет. Звучайно это наступает где-то в 17.00. То есть 4 годины я колбасил, лягушку я съел. Я разумею, что, дякучу к этому, я просто 5 год, если я буду каждый день это все робить, я уже буду не тот Валер Мацкевич, который сегодня, а другой Валер Мацкевич, да? Это меня строит. Вот это вот меня строит. Вот это просто, ну, моя отказность, которая так само меня буду, а Лену это житевая просто, ну, да. А это то, что, в принципе, если я забью, никто не заважит, никто меня не осудит, просто я буду как мучительно больно зазрят в прошлые годы, да? Вот, то есть вот, это зарабил, это зарабил, а потом я давай могу там дать, Дуся, Петя, Вася, там, пошли туда, пойдем, что же там, пора дать, коли ласка. Фильм, подожди, коли я не зараблюсь в это, мне будет раздражать мысли от того, если вы мне скажете, пойдем в кино. Я не получу задавление от кино. Я буду разумеет, что моя жизнь куда-то сливается, что я что-то не то делаю. А вот тут я нормально, кино, пожалуйста. Нет проблем. Потому что я сижу довольный, я же вот это все сделал. Люди, и че, что они по сперху, это именно робит только у себя. Какая сублимация. Поэтому в Америке психолог самая высокооплачиваемая профессия в последнее время. Потому что люди вот это вот делают на ура, а потом психологу рассказывают о том, что это больно. То есть зарабатывают здесь 5000 долларов, 3000 долларов отдают вот на это. Надо сказать, поговорить с психологом, почему у них здесь не получилось, на самом деле они просто этим не занимались, или типа там, я хочу быть дайвером, а не вампиром. Вот, поэтому это экономит деньги. Это того стоит. Вы можете сказать, как не вставать? Я же так само не отразу вставал. И плюс, как я сказал, я никуда не думал, что я буду так классно завтракать, что у меня будет такие плотности не отдавать. Просто когда ты вылучаешь свой организм, когда ты перестраиваешь его, некоторые речи, они даются на шмар простее, чем ты думал. Ну, то есть водичка с лимоном, и ты голодный кока-колу через полчаса. А естественно, если ты не пьешь водичку, у тебя сухо во рту, какая гречка, какое мясо, когда лимфа не раскрачена, кровь густая, мозг говорит, отстань от меня, давай попьем кока-колы. Вот, да. Лучше. Но как бы вот этот минимум, который я бы мог просто, да. У меня комментарий на цех пилин. Давайте, можно открыть. А, все, конечно, подога же интересно, но, по-моему, у тебя, так само, продуктивность, она перемогает на эффективность. Окей, да. Потому что, коли сказать про то, как углядаешь эффективность, то вот этот спецправа, его, конечно, требует иметь, требует вести, записать, чтобы не забыть. Вот он запрет в игре, по каких-то свой спецправу разбиркуешь, сортируешь. Так. Олег, коли ты это размерковал, это не значит для того, как тут было, в огле пусто. Потому что, коли у тебя появляются такие спецправы, то знаешь, что ты вот обеялся с самим собранием, все требует поменять. Конечно, не приедет, не заплановал, не дооценил, переоценил. И у тебя заявились все терминальные важные спецправы, где требует ушисти в тайном пожаре. Так. Вот так. То, что важно, олег не термировал, ты робишь сам, на протягу дня. То, что... Где вы, так? Да, да. Третье, это терминовые олени важны. То, что терминовые олени важны, ты робишь запомогу иных людей. Да, далеко, что значит. Да, далеко. А вот то, что тут, он не робишь у оголя, как мне его влегчат. Вот так выглядит эффективность. И за две хвилины... Робот полицейский. Ну да. Смотри. А я это добро працую. А, а ты корыстался к этому? Да. А, окей. Я запыдал, что корыстался, не признался. Я не так, как ты. У тебя продукция, перимагай на дефектуре. У меня на двору. У меня просто есть над чем працовать. Ну, я ж только стремящийся. Ну, я так само. Так? Ну, хорошо. Гляди. Зараз я просто прокомментирую, как всем было заразумело. Вось тут мы не можем позбегнуть. Не можем. И это не трэп. Ну, и ухнуться ж можно. Подбегнуть нет. Нет, гляди. Гляди. Зараз я бельми подрогатно покумачу, что я маю налазить. До першого квадрата относятся, як справы, як е пераплыли отсюль. Правильно. Да? Это один накерунок. Ну, як я казал про конкурсовую, которая стала траминовой. Про стоматолога, который стал траминовой. Это одна справа. Но так само до перших справок мы относим штуденную упрационную рутину, как, например, некое задание твоего редактора. Да? Вот мне не мой редактор. Окей. Я ж не журналист. А, не журналист. Хорошо. Гляди. Например, то, что я кажу про дипворк, я не буду ее выключать. Это есть одно из основных моментов развития моего потенциала, скиллов мои. Окей. А мой дипворк вот тут, разумеешь? А не тут. Нет, гляди. Коли мне Сеня дали. Вот у тебя сегодня задание есть. Ну, Сеня, ты письменник. Кто ты? Инженер. Инженер. Хорошо. Вот у тебя у инженера есть ты сам себе или кто-то себе порцию задания на сегодня. Ну, порция. Вот у тебя есть то, что ты ему хочешь заработать Сеня. И ты кажешь, я заработаю это Сеня. По этой методе это есть первый квадрат, это не другие. То есть, ты можешь себе здесь заплановать, я хочу, как Илон Маск, разработать в будущем полет на Марс. И распроцовать себе план. Вот смотри, например, есть большой квадратик, и ты разбиваешься на некие кроки, да? Я на углу про это не казал, просто али ядок раблю. То есть, у меня есть, например, вот А1, некое задание великое. например, заработать некое деследование, некий продукт, да? И тут я разбиваю. Это психологичный момент. Мы не беремся велика долго за некую, я даже еще всем это докажу, это велика важно, за некую працю, потому что мозг за великую, некую объем прац ему стало набраться, он в конце не может найти. Но если ты берешь, загуглить такую информацию, заработать пламя какие-то, начать с того года, то есть ты развиваешь на сценарии, это становится эффективным, и каждый раз делаешь вот такие штучки. Так вот, если ты инженер, у тебя есть объем працей на сегодня, это есть твоя терминовая и важная вещь. Твоя смена, твой объем працей сегодня, это первый квадрат. Ну, окей, я про эту працю веду, я что-то... Давайте, чтобы эту поспорить. Да. Это дискуссия физика и лирика, она просто не закончится никогда. Да, да. Тогда, может, я закончу эту семью, нормальность, подбеспечиваю. Можно один моральный такой проспект испытаться? Потому что мы все что-то не христиане, а мне сдается, что люди, еще чем отличиваются один от одного, морально, да? Так. То есть один человек погулять с детем, поведать хворую бабулю, запиши уважные, а других, которые гонят, и он запиши улыбашь, срочно. Ну, то есть мы еще морально и я спросил, если один из них не успеет, кто запишет, ты же самая справа важная, а кто не важная. Спасибо вам за этот комментарий, это то, что я кранулся и хочу еще больше выговорить про это сказать за 2-3 минуты ранее. «Коли вы хотите наведать больную бабулю, коли вы хотите погулять с детем, это есть односиное, важное для вас. У меня мама, у меня приватное житет, семья, это то, что у меня записано в другие подачи». И вы можете подумать, что я вели мне до этого оставлюсь, что это нужно по-иншему делать, но я с часом пришел до того, что вот так правильно для меня. И я, например, когда у меня было все сумбурно, позвоню маме, когда Бог на душу положит, знаете, у меня были кризисы относительно. Теперь у меня, например, каждую неделю мама ведает, что у нас здесь скайперомовы на полгодинке, и это их велика устешивает. И мы каждую недельку, неделю 8-9 годину традиционно делаем скайпер-размовы. Ранее у меня были какие-то спонтанные перомовы по телефоне. Это отрывало мою увагу, потому что мать могла там потелефоновать садыня, потому что она же не ведает, что мы у нее будем разговаривать. Она могла потелефоновать в самые незручные моменты, я думаю, как не покрыть, ну то есть, разумеете, непотребные такие речи. Теперь она ведает, что окей, у нас один созвон там у сера-два-четверка, по сера-два-четверку. И у недельку у нас скайп-конференция. Это очень, скажем, с взрослым допомогая, ну, у них больше эффективно проводить час. Про бабулек и про про деток. Вам требует размеживать, как я уже сказал, что есть для вас важным, а что я, есть люди, которые просто выкористовывают вас. Это вам выражать. Это только вы можете видать. Кто есть суседка, эти там, на вот церкви, люди, которые, «Никистич, вот мне еще, тебе надо что-то рассказать». Или там, люди, которые не хочут займаться своим своим житем, и они выбрали такую стратегию быть такими вампирами. Ну, назовите их по-нейшему. Эти люди, у них есть потреба в наших молитвах. У этих людей так само есть потреба в наших неких назиданиях, али и часом есть люди, которые, ну, знаете, как он сказал, броски, невежество, слепота, чащественство. Да, это ваша отказанность, это ваша отказанность, что у вас будет в третьем подате, что у другим. Это, 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 это моральное, моральное пытание, это деликатное пытание, потому что, например, ваша подружка, которая, моя потреба, в какой-то параде, если вы отчуваете, что это не просто там бла-бла-бла, а это вот, поуплывая на семейное житёвое, это поуплывая на и относительно с мужем, конечно, вы ставите это как первое, первое, кличник, я мужу, дать ей пораду, потому что, когда ей не дам, это поуплывая на наши относины, это поуплывая на то, что она заработает неправильный выбор в своём жизни. у меня под кличником где мне богато стоит тое, что дотычна относительно с людьми, а леотрейсинг в квадрате у меня может стоять, ну, например, ну, может, там, типа, обсудить страйкбол, а может, я и поеду на страйкбол, может, это тое, что не дотычна неких, ну, разумеется, про что, да, это не в плане, что давайте всех обременённых запишем в третий квадрат, потому что они мешают нам героически жить. Я не про это, конечно, я не про это, я не про это, пожалуйста, поймите меня правильно. Я скажу, что третий квадрат, это, может, вы так не живете, но богато молодых людей живут тем, что у них третий квадрат, а пойдём в Макдональдс, то есть, это не то, что ключевая размова, вот, у Дуси решается, она выйдет замуж или нет, или там, она совершит суицид или нет, или там, если она не поговорит, то у неё будет депрессия. Это просто сливание часу. Раз, Ну, я с соседкой по телефону два с половиной часа ни о чём. Вот о чём я говорю. Вот это третий квадрат. Да. Вот это помогает вам быть не только продуктивным, но и эффективным. Вот. И первый квадрат в мире важный, как я уже сказал. Первый квадрат, это ваша фраца. Первый квадрат, это терминовый важный. Вот у меня сегодня, например, терминовое было задание, у меня редактор был заданием. Это, в некем смысле, развивает меня. Развивает. Это так само уплывает на рост, потому что я поднимаю свои сдольности некие когнитивные. Вот. А вот это меня будует. И вот это для меня так само важно. Сегодня и зараз мне важно. Но когда я буду верьми добрый вот тут, и просто пять год ничего не изменится. Ну, может, мне просто пропонуют не больше процентов. А вот тут я буду якосно инши, совсем меньше якосно. Разумеется? Вася. Ну, и вы правильно сказал, вы верьми слушно сказали. Вы инженер, правильно? А с ЭХЖБ вы просто пишете что-то. Я раз на родни пишу, только о ФСБОК. ФСБОК. Ну, добрые речи некие пишите. Я же полагаю инженера. Дороче, когда я рос, инженером никто не хотел стать. Все помнили сто пять рублей оклада. Все помнили, как бы, но это было не модно. Все хотели в моем взрослете, молодым быть, да, коммерсами. А теперь я вижу стешен и то, что все хотят стать илонными масками, цукерманами, цукербергами. То есть джентльмам Безосом. Безосом, да. И зараз уже зновку все хотят быть инженерами. Я веню с Сешино, потому что на самом речи вот это вот ну, как бы, ну, это круто. Потому что инженер, это человек, это технарь, но это творческая профессия, да. Вот. Ну, мы поразумели с нами, что я могу умывать? Так, это просто помнил лилика и физика на одно и то же. И там правда, и там правда. Окей. на посередине. Да. Я нахожусь с Малдор, да. Ну, сенс такие, что тут, на самом деле, нема, нема глеба для спрейчек, и просто раз, и чему-то, потому что, ну, человек расспросовал эту методику, да, у нас, как раньше в детстве, говорили, за что купил, за то и продаю. Я, без надбавок, я просто выкрустовывал эту методу, и мы так домомились, что мы разумеем под терминовыми, ну, тут не лирики, не физики, тут просто, когда мы, мы домовляемся, тене, мы домовляемся, что мы вот под первым квадратом, так, вы можете у приватного, в себе, например, позначать, это выше квадрата. Вот, ну, вот, как бы так, так.